Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у меня не просто будет в руках укулеле, у меня целая коробка из новой серии укулелек Flight, а это значит, что мы сейчас будем с вами делать полноценный боксинг от Дарьи. Недавно вышедшая серия Flight Ultra, эту укулеле позиционируют как ударопрочный инструмент, который не боится перепадов температуры, и главное, что он звучит в любых условиях, где вы бы не находились. Поэтому сейчас подробнее будем рассматривать, но, конечно же, начнем с вашей любимой комплектации. Невооруженным взглядом можно увидеть, что коробочка-то тоже у нас с вами поменялась, все на английском языке подписано-расписано. Я ничего не понимаю вообще! Но мы не боимся, я английский изучаю. Открываем ее. В комплекте идет вот такой вот чехол-мешок, причем он мне напоминает мешок, который носили для сменной обуви в школу. В целом, очень удобный мешочек, можно вот так вот открыть-закрыть при помощи лямочек. Есть кармашек для ваших раздаточек, в принципе, каких-то аксессуаров для инструмента, очень удобно, причем он большой. Смотрите, эти прямо на всю поверхность чехла. Можно повесить на одну сторону, на две стороны и идти, куда вам нужно в нужное место играть на укулельке. Обновленный стикер-пак мультяшной стилистики а-ля Каваи Сэн-Паи! Кольненько, приятненько, для любителей наклеечек самое то. Конечно же, в комплекте идет брендированная брошюрочка, тут можно увидеть, какие бывают размеры укулелек, таблицы аккордов, схемы боев. Добавили QR-коды, которые можно открыть наведением вашей камеры смартфона. И в целом, я, кстати, тоже использовала эту систему QR-кодов для своей книги. Очень удобно учиться не только читать информацию, но и наглядно ее видеть. На отдельной странице представлены некоторые артисты флайт, в том числе и я. Причем тут у меня обновленная фотография, да, поднялась девчонка. Ну и, в принципе, по комплектации, собственно, все. Боксинга, Дарья! Теперь самое время посмотреть, что же это за чудо-юдо-рыба-зверь. Вот так вот выглядит сама укулеле. Главное отличие данной серии от серии Тревел, который тоже позиционируется как походная версия укулеле, это материалы, которые используются при создании данной серии укулеле. Чтобы не быть умной, зачитаю, она сделана из поликарбоната и армирована стекловолокна. То есть при создании ни одно дерево не пострадало. А вот укулеле серии Тревел сделаны из АБС-пластика. Вот эти части с верхней декой и голова грифа сделаны из липы. Поэтому, как заявляет флайт, серия ультра стала более ударопрочной. Не боится перепадов температуры. Ну, прям вот терминатор среди музыкальных инструментов. Ну, а так как инструмент полностью сделан из пластика, это значит, что вам дополнительно не нужно будет следить и ухаживать за инструментом. Боксинг от Дари! Да, на серии укулеле есть большая цветовая палитра дизайна как однотонного, так и с принтом. Например, там даже есть вариант с котиками. Для обзора я выбрала желтый вариант, но на картинке он выглядел ярче. В жизни он все-таки такой серовато, ближе к лимонному цвету. По тактильным ощущениям укулеле очень гладко, что на верхней деке, что на нежной и на самих ладах, на самом вот этом грифе. Что лично для меня кажется довольно непривычно. Потому что, если сравнивать серии Тревел, там верхняя дека и часть грифа, где вы зажимаете всякие лады и струнки, имеет фактуру дерева. Также у меня есть ощущение, что укулелька из серии Ультра немножко тяжелее по сравнению с серией Тревел, тоже вот Сопранко. Потому что вот по ощущениям, как будто прям вот гриф, он тяжелее, чем здесь. Но если продолжать делать сравнение Сопрано Ультра и Сопрано Тревел, то я заметила, что на Ультра ладов стало меньше. Здесь 12 ладов, на серии Тревел 15. Где мои еще три лада? В принципе, для Сопранки 12 ладов считается золотым стандартом. Так что ничего страшного, тем более чаще всего укулельку, конечно, смотрят для какого-то аккомпанемента, поэтому больше 12 ладов, скорее всего, вам это и не потребуется. Боксинга, Дарри! Что еще поменяли? Невооруженным взглядом можно увидеть этот вид бриджа. Чаще всего ставят или классический, или вариант с прорезью. Поэтому я предполагаю, что у новичков может возникнуть проблема на стадии, когда вы будете менять струны, как их закреплять на вот этой бандуре. Поэтому для таких людей у меня есть отдельное видео на канале, как же менять струны на укулеле, где я как раз рассказываю про разные виды струнодержателей и как же на них закреплять собственную струну. Если дополнять разговор про данный бридж, то тут можно заметить, что это единая деталь с нижним порожком. Хотя обычная, это две разные детали. И вся эта конструкция не вклеена на верхнюю деку инструмента, а как бы вставлена как конструктор. Продолжая говорить про единые детали данной серии Ультра, то в отличие от Тревел, здесь нижняя дека и часть грифа сделаны тоже единые детали. Боксинг, Адари! Нужно понимать, что в серии Ультра доступны только сопранки. Что не сказать, например, про серию Тревел. Там есть и сопранки. И концертик мой любимый, который, например, сделан на основе его подписной своего укулеле. Как по мне, это оправдано, потому что сопранка больше всего подходит для каких-то новичков или людей, которые любят путешествовать. Вот у них походный образ жизни, им нужно сыграть песню у костра. И с тенором это делать будет намного сложнее. Поэтому положили ее в мешок-чехол и пошли в горы. Лично я люблю играть больше на концерте. Сопранка, да, для меня такой перевалочный пункт. Поэтому, если вы коренастый взрослый человек и рассматриваете укулельку для игры, то все-таки я бы вам не рекомендовала, наверное, брать Ультра. Потому что она маленькая, но посмотрите. Несколько сантиметров имеет значение. Что стоит отдельно упомянуть, так это заводские струны. Здесь они поставлены. Нет, Аквилла, которую мы раньше привыкли, да, что ставят. Потому что я когда открыла эту укулельку, думаю, а где же вот эта вот блямпочка, вот этот ярлычок, что тут струна от Аквилла. И потом я поняла, что здесь стоят первоначальные струны от Flight. С недавнего пор они делают свои струнки. И что могу сказать, по данным струнам они мягкие и эластичные. То есть, скорее всего, у вас еще меньше будут болеть пальчики, если вы никогда не играли на укулельке. Однако, я не совсем поняла прикол, зачем ставить прозрачные струны, когда у вас гриф черного цвета. Прозрачный на черном не особо-то видно. И сейчас мы будем слушать данный инструмент, и вы будете, наверное, видеть, как будто я играю в воздухе. Поэтому, если для кого-то это будет проблема, то сразу ставьте какой-нибудь цветной или белый комплект струн. Ну, а если для кого-то вообще не проблема, то оставьте как есть и играйте в свое удовольствие. Ну, а что же осталось из предыдущих серий укулелей от Flight? Это пин для ремня, причем он нижний, верхнего тут нет. Поэтому, извините. Или сами вкручивайте второй пин для ремня вот здесь вот. Или берите просто ремень и крепите у начала грифа. А круглая нижняя дека. В принципе, я к ней привыкла. В первое время, когда я играла на деревянных моделях инструмента, для меня это было непривычно, непонятно, как ее держать. Сейчас, в принципе, нормально, хорошо. То есть, то же самое было в серии Travel. Пожалуйста, эть, эть. Ведь ты как я, а я как ты. Боксинга, Дарри. Ну, а чтобы до конца понимать, на что способна новая серия Ultra, давайте-ка на ней поиграем. Вот опять же, вам сейчас сыграло кусочек, и я не знаю, видно ли вам, что я там играю, потому что струны прозрачные. Танцы кружатся без конца, поапина, не помнится. Может, ты с мамой подружится, поапина, не помнится. Танцы кружатся без конца, поапина, не помнится. Танцы кружатся без конца, поапина, не помнится. Я жду ответа. Больше надежд нету. Скоро кончится лето. Боксинга, Дарри. И какой итог можно вывести по данной укулеле серии Ultra? Неплохой инструмент, звучит звонко, да, есть какие-то нюансики, но это, может быть, мои придирки, вы это не заметите, когда вы будете, например, играть на такой же укулельке. Не нужно дополнительно ухаживать и следить за инструментом, в отличие от деревянных инструментов, которые требуют дополнительного ухода. Взяли с собой, положили в чехол мешок и погнали, как я уже говорила ранее, в горы или на любую другую местность, где вы хотите находиться. Ну а самое главное, так как у меня уже собралась целая коллекция скрипышей и много разных инструментов, то именно эту укулельку я разыграю среди своих подписчиков, прикиньте, ура-ура. Но условия конкурса будут максимально простыми. Быть подписанным на мой YouTube-канал, надеюсь, вы давно это уже сделали. Далее подписаться на группу во Вконтакте Флайта. Ну а там же во Вконтакте я сделала специальный розыгрышный пост, который нужно просто репостнуть и лайкнуть. А 15 августа подведем итоги на нового обладателя данной укулельки при помощи рандомайзера. Ну а кто сейчас вообще запутался, что нужно делать, чтобы выиграть укулельку, я всю информацию продублировала в описании и в комментариях под видео. Ну а чтобы удачи было еще больше на вашей стороне, отправляйте аффирмации в космос, заполняйте натальные карты и раскладывайте таро. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Играйте на инструментах, занимайтесь теми вещами, которые вам нравятся, но мы с вами встретимся уже совсем скоро.